Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Летопись веков». Сегодня 24 марта. В этот день во всемирной истории. В 1084 году король Германии Генрих IV вступил в Рим. В 1494 родился Георг Павер Агрикола, немецкий ученый в области горного дела и металлургии. В 1603 королем Англии стал Яков I Стюарт. В 1753 указом императрицы Елизаветы Петровны в России была отменена смертная казнь. В 1898 в США был продан первый автомобиль. В 1921 родился Василий Смыслов, русский шахматист-гроссмейстер. 24 марта 1494 года родился отец минералогии Георг Павер Агрикола. Георг Павер, взявший себе латинский псевдоним Агрикола, что значит «крестьянин», появился на свет в городе Клаухау в Саксонии. Окончив в 1517 году медицинский факультет Лейпцигского университета, он продолжил изучение медицины и химии в университетах Болонии, Венеции и Падуи. С 1518 по 1522 годы Агрикола преподавал латыни-древнегреческий язык в городской школе в Цвикау. Вернувшись в Лейпциг, он занялся медициной. Однако в 1523 году бушевавшие в университете религиозные распри заставили его уехать в Италию. В 1527 году Агрикола стал городским врачом в Йоахемстале в Чехии, и, вероятно, именно здесь в нем пробудился интерес к минералам и металлургии. Ученый искал в рудах и минералах составные элементы новых лекарств. В свободное время он посещал местные рудники и читал все доступные ему книги о горном деле и металлургии. Первая книга Агриколы о горном деле и минералах вышла в свет в 1530 году. Спустя год он переселился в Хемниц, где вскоре стал городским врачом, а в 1546 году – бургомистром. В 1533 году Агрикола начал работу над книгой о горном деле и металлургии, которая стала самым известным из его сочинений. Агрикола написал еще 10 книг, посвященных геологии, горному делу и металлургии, в том числе фундаментальный труд о природе ископаемых. В своих сочинениях ученый обобщил многовековой опыт выплатки металлов из руд, разработал основы химической оценки и переработки серебряных, медных и свинцовых руд, описал производство висмута. Одну из своих книг он посвятил получению солей и производству стекла. Агрикола подверг критике как цели алхимиков, так и способы осуществления ими химических реакций. Вместе с итальянским ученым Ваноччо Верингуччо и французским естествоиспытателем Вернаром Полиси, он явился одним из основателей так называемой технической химии, ставшей своего рода промежуточным этапом между алхимией и научной химией. Помимо прочего, Агрикола в 1546 году обнаружил, что окрашивание пламени может служить характеристикой сжигаемого вещества. Одним из первых он проследил влияние условий труда на здоровье работников. Заслуга Агриколы состоит прежде всего в обобщении имевшихся в то время разрозненных знаний о металлургии и минералах. Многие технологические процессы, описанные Агриколой в его книгах и сопровожденные гравюрами, аналогичны современным. 24 марта 1603 года королем Англии стал Яков I Стюарт. Яков I, король Англии и Шотландии, был единственным сыном шотландской королевы Марии Стюарт и ее мужа, лорда Генриха Дарнли. Яков родился в Эдинбургском замке в июне 1566 года. После свержения матери годовалого ребенка короновали как короля Шотландии под именем Якова VI. Детство Якова прошло в постоянных смутах, пока, наконец, в 1579 году шотландский парламент не поспешил объявить короля совершеннолетним. В юности Яков увлекался поэзией. Потом стал усиленно заниматься теологией и писанием политических трактатов. Король обладал обширными познаниями. Ум его не был лишен проницательности, а речь остроумия. В 1603 году, вскоре после смерти бездетной Елизаветы I, Яков был провозглашен английским королем под именем Якова I. Все партии поначалу возлагали на Якова большие надежды. Католики ожидали прекращения гонений, а Пуритане – углубление церковной реформы. Король ласково принял и тех, и других, дав каждой из сторон неясные обещания. В итоге ни католики, ни пуритане не получили того, на что рассчитывали. Озлобились и повели с монархом бескомпромиссную борьбу. В 1605 году Яков едва не погиб в результате так называемого «порохового заговора», участники которого попытались взорвать здание парламента. Все парламенты, созывавшиеся при Якове, находились к нему в оппозиции, и с каждым годом это противостояние становилось все более ожесточенным. Яков писал, что король не обязан подчиняться законам, так как король и есть закон. С этим парламентарии никак не могли согласиться. Отчаянно нуждаясь в деньгах, король был вынужден просить субсидий у парламента, который обычно ему отказывал. Раздраженный король изыскивал средства любыми способами. Он вел налоги на вино, леса и кожи, продавал титулы и дворянские звания, запрещал строить в Лондоне новые дома и брал деньги за отмену этого нелепого распоряжения. Но Яков так и не смог наполнить казну, постоянно опустошаемую его алчными фаворитами, графом Сомерсетом и герцогом Бекингемом. В 1621 году король созвал свой третий парламент. Едва собравшись, палаты стали нападать на королевских фаворитов и добились отставки канцлера Бекона. Согласившись на это, Яков допустил важный прецедент, имевший далеко идущие последствия. Он сознавал это и как-то сказал Бекингему, что сам приготовил розги, которыми его будут сечь. 24 марта 1753 года указом императрицы Елизаветы Петровны в России была отменена смертная казнь. Смертная казнь – одно из древнейших наказаний известных человечеств. Согласно самой распространенной в юридической литературе версии, это наказание возникло из обычая кровной мести, которая в той или иной мере была присуща в древности практически всем народам. Российское государство было знакомо с этим наказанием с момента своего возникновения. Менялись ли с частота его применения способы реализации и круг преступлений, за которые смертная казнь могла назначаться. Свод древнерусского права «Русская правда» не знал Института смертной казни, который впервые был законодательно закреплен в 1398 году в Двинской уставной грамоте. В ней назначение смертной казни предусматривается только в одном случае – за кражу, совершенную в третий раз. Псковская судная грамота 1497 года значительно расширяет случаи применения смертной казни по сравнению с Двинской уставной грамотой. Смертная казнь устанавливается здесь за воровство в церкви, конократство, государственную измену, поджоги и кражу, совершенную в третий раз. Дальнейшее расширение круга преступных деяний, за которые полагалась смертная казнь, произошло в судебниках 1497 и 1550 годов и продолжалось в дальнейшем. Достаточно сказать, что, например, в соборном уложении 1649 года смертная казнь могла быть назначена уже за 63 преступления, а по воинским артикулам Петра I и другим уголовно-правовым актам этого времени – в 123 случаях. В дальнейшем, после жесточайших Петровских указов, российское законодательство о смертной казни развивалось иначе. Первую попытку отказаться от этого наказания сделала дочь Петра I императрица Елизавета Петровна. В мае 1744 года Елизавета сенатским указом приостановила приведение в исполнение смертных приговоров, заменив смертную казнь другими наказаниями. В 1753 году сенат испросил у императрицы указ о замене смертной казни вечной ссылкой на каторгу после публичного наказания кнутом и клеймения преступников. Предложение сената было утверждено и разъяснено императрицей в последующих указах. Необходимо отметить, что попытки отменить смертную казнь не нашли поддержки ни у дворянства, ни у бюрократической элиты. Да и сама Елизавета не была последовательной в реализации замысла. С одной стороны, она считала целесообразным сохранение смертной казни. С другой, выражала к ней отвращение и приостанавливала приведение в исполнение смертных приговоров. 24 марта 1921 года родился выдающийся русский шахматист, гроссмейстер Василий Смыслов. Седьмой по счету и второй советский чемпион мира Василий Смыслов появился на свет в Москве. Первым его учителем был отец, опытный шахматист, научивший шестилетнего сына основам игры. Позже, уже став школьником, Вася Смыслов попал в шахматный кружок Москворецкого дома пионеров. И его совершенствование в области шахмат пошло довольно быстро. На шахматной доске, так же, как и в школьных занятиях, он был нетороплив, аккуратен и обстоятель. Смыслов готов был довольствоваться несложной позицией с едва заметным преимуществом, которое старался реализовать без спешки и с удовольствием. Эта линия творчества привела, в конце концов, к тому, что Смыслов стал признанным классиком Эншпиля, заключительной части игры. Его невозможно было увлечь неясными планами, сулящими быстрый успех, но недостаточно позиционно созревшими. Но уже в турнирах первого разряда, встречаясь с равными соперниками и попадая иногда в непростые ситуации, Смыслов демонстрировал острую реакцию, обычно несвойственную позиционным шахматистам. Уже в 20 лет стиль Смыслова сложился окончательно. Он стал гроссмейстером, игра его была, насколько это возможно, свободна от зевков, стратегические замыслы отличались оригинальностью. Умение проникнуть в суть позиции и владеть своими нервами, прекрасное здоровье и любовь к шахматам сделали Смыслова опаснейшим соперником для шахматистов высокого класса. В чемпионате СССР 1944 года состязание Смыслова с признанным лидером советских шахмат Михаилом Ботвинником вылилось в захватывающую дуэль. Это была заявка молодого шахматиста на борьбу за мировую корону. Партия окончилась победой Ботвинника, однако в чемпионате Смыслов был вторым. Успехи молодого советского грозмейстера привели к тому, что Международная шахматная федерация включила его в пятерку претендентов, оспаривавших в матч-турнире 1948 года звание первого шахматиста планеты. Пятидесятые годы вошли в шахматную историю как годы борьбы Смыслова за первенство мира. В 1953 он побеждает в турнире претендентов, а в следующем году играет первый матч с Ботвинником. Бескомпромиссная борьба завершается равным счетом, чемпион по условиям сохраняет титул. В 1956 году Смыслов вновь доказывает свое превосходство над всеми претендентами, а в 1957 с преимуществом в три очка побеждает матчи Ботвинника и становится чемпионом мира. Через год матч-реванш. Проиграв матч-реванш, Смыслов стал экс-чемпионом мира. По словам Михаила Ботвинника, главная сила Смыслова в шахматах в том, что он проницателен. Талант его универсален и исключителен. «Летопись веков» – это история России и зарубежных стран. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова